всем привет с вами темный ниндзя и мир 4 и давайте пробежимся немножечко по пунктикам то что у нас добавили до предметики вот они у нас золотой камень чем там они тысячу в день максимум можно набрать и вот у этого дракончика в любом городе он стоит и каждой локации вот он легендарная статуэтка как я и говорил она всего лишь один раз на персонажа то есть ну как брать для новичков ее я не вижу смысла лучше брать золотой ящик и попытать удачу получить оттуда хоть какие-то награды следующий пунктик у нас с вами отмечалка но отмечалка понятное дело чё нам ее с вами смотреть так давайте первым делом нам сразу дали билетик вот вот она с вами отмечалочка вот эти вот предметики они используются для крафта вот таких вот камушков то есть это кусочки крафтится именно вот такой вот одинарный камушек он ставится вместо камней красных желтых или фиолетовых за точку использую функции у него такая он сохраняет шанс не ломает шмот в общем то есть если вы точите например с плюс четыре на плюс восемь точнули желтым ставите потом вот этот вот камушек допустим вы зеленую шмотку там точите да ну просто скажем вот вы крафтите это выпадают эти предметики с сундуков только написано с сокровищами с каких именно сундуков пока не знаю точно но возможность со многих всяких таких разных может с боссов с каких-то там еще где-то мы еще потом попозже с вами посмотрим сделаем про это может коротенькие видео с каких сундучков они могут выпасть сделали плюс восемь да и ставить этот камень и если у вас заточка не прошла вы хотя бы не теряете шмотку но если прошла она поднялась на плюс один таким макаром вы можете поднять на максимальный там сколько у нас плюс 15 по моему максимальная точка вот награды но вполне себе нормальный хороший особенно красненькие веточка жаль что одна всего лишь но все равно можно получить ну как хорошо сразу в первый день уже мы можем получить курильницу и попытать свою удачу вот давайте давайте кстати сразу ее и откроем и посмотрим насколько же я мега супер же неудачен да давайте побежим дальше по быстренькому тайну ну тайну смотреть я думаю нет особо в принципе смысла так как мы ее пока не сделаем но вот она пожалуйста пустые мечтания о как она здесь называется вот до нее мы когда нибудь с вами тоже доберемся дух ну духа я думаю вы сами зайдете посмотрите да что в принципе что его смотреть все про него здесь описано но прикольный дух такого я бы хотел себе тоже вытащить путешествие путника это все с экспедициями связано и перепрыгиваниями персонажей с сервера на сервер дух ну опять же с духом который при успешной атаке ульты отхиливал или это мы тоже все не будем особо разбирать магазин вот вот это вот нам интересно теперь я так понимаю они будут включать это как и винта когда и происходит какие-то например там где рождение там потом будет например какие-нибудь там я не знаю 500 дней 600 дней аккаунту там 700 800 тысячу дней до игре точнее вот и они будут включать эту нам вкладочку повышением теперь у нас здесь два их за медь и за темную сталь покупаем ну и также за донат ну донат мы не будем с вами разбирать там просто чуть больше по два билетика дают вот заметь мы берем все что же самое что и было а вот за темную сталь мы вот берем с вами когти глаз и призыв таинственного фрагмента то есть это вторая вкладка призыва то есть призыв 2 вот если мы зайдем мы с вами здесь видим как раз мак камень сокровища духов снаряжение таинственный фрагмент вот это сюда кое-что да оттуда нам приходит поэтому как бы если у вас есть 60 тысяч темной стали свободной и вы ее потихонечку как бы набираете да берите потому что это закончится 6 сентября акция и больше мы снова какое-то время не увидим этих плюшек дальше у нас ремесло да крафт крафт у нас доступен только вот у этого конч чхуёна ну я пока что это только увидел только у этого нпс камень усиления может у других тоже есть в других этих локациях но я пока еще не бегал времени пока не было вот они пожалуйста крафтов камней вот они кусочки нужны нужны камни сами для заточки красные и делаешь камушек вот так вот он выглядит вот что они делают мы уже посмотрели сколько они оттуда ну в принципе вот и все про зоотроп разговаривать смысла нету потому что рекламу они нам посмотреть толком не дают такие вот у нас вот улучшения произошли в игре слияние серверов тоже мало чем интересно появились куча незнакомых кланов вот и все и адекватно они или нет мы этого пока не знаем с вами надеюсь видео будет кому-то полезным а с вами был темный ниндзя до новых встреч и пока пока